мозг человеческий дальше мы двигаемся нам говорят смотрите у нас тот самый стив джобс переизобрел телефон опять лежит маленький телефончик здравствуйте уважаемые слушатели мы решили продолжить наш стартап по обсуждению стартапов и вот сегодня с александром мы будем как раз таки перейдем наконец-то к делу но начнем мы тоже небольшого вступления я вот узнал тут что александр не так давно приехал с выставки expo 2020 которая проходила в двадцать первом году потому что в двадцатом году была пандемия двадцать первом тоже было но почему-то все равно провели в общем сейчас александр нам расскажет про выставку expo 2020 и мы плавно подведем ее к основной нашей теме привет александр рассказывай да привет брагим здрасте друзья значит почему я хочу выпендриться тем что был на выставке потому что это отчасти касается нашей темы сегодня там тоже все про изобретение там тоже все про будущее хотя на самом деле мы же все с вами помним да как выглядела входная группа выставки такой же международной 1889 года это собственно эльфилева башня да то есть вот если что-то и остается то только архитектурное как бы про изобретение возможно на той выставке тоже они были как-то мы забываем или по крайней мере не привязываем это конкретной выставке поэтому здесь тоже было естественно все сосредоточено на том что каждый павильон это архитектурное искусство значит подсветка этого павильона это отдельное искусство но мне хотелось как бы проникнуть внутрь и посмотреть вообще а о чем там я вот если начинать например с павильона соединенных штатов америки то представьте себе это заходишь павильон там такая дорожка значит как это едущие да как называется но эскалатор который никуда не поднимает и движет тебе горизонтально и первое что мы видим это естественно рука статуи свободы с факелом разговоры значит о декларации независимости вот мы начинались отсюда и отсюда мы стартуем дальше мы двигаемся видим телефон белла александра тут маленький да вот который прям стоит просто под стеклом и больше ничего jet age air travel changed our perspective of the world below as it became more affordable resulting in a world in which we more readily impacted one another the dawn of the space age brought new perspective the saturn 5 rockets that powered americans to the moon helped us see our world from afar for the first time allowing us to witness how beautiful our world is the digital age brought personal computing and the internet into the offices homes and hands of people around the globe envisioned and developed by american dreamers the internet makes it possible to share ideas far and wide nearly instantaneously there are 3.2 billion computers built into the smartphones that sit in the pockets and palms of people everywhere immediate access to information has created a new world that continues to change the way we live conduct business and envision tomorrow дальше ты поднимаешься вверх мы видим огромный марсоход который стоит сейчас типа ну не типа он стоит просто он уже помню функционирует на марсе и вот фотографии собственно земли которые были сделаны 69 году и вот буквально 21 февраля вот фотография уже панорамная собственно с марса ну и камень с луны естественно тоже лежит маленький вот это было посещение замечательного павильона сша я так понял что сейчас я зайду к нам в российский павильон там будет стать гагарин там будет стоять я не знаю кто там вышел первый леонов да у нас ну то есть что то такое но меня порадовал наш павильон потому что я зашел туда и в этом павильоне практически ничего не было на первом этаже такое какое-то полу космическое пространство заходишь на первый этаж и там огромный мозг мозг такой просто размером не знаю наверное с со слона вот если слона себе представить вот это размер мозга поднятого вверх он со всех сторон подсвечен он раскрывается он раздвигается идет разговор о том что вот нейросети нейросвязи и вообще все что касается нейро это наше будущее и мы должны есть да фоточки есть фоточки есть но у меня даже есть видео этого могу прислать сейчас мы можем параллельно показать как это происходит я чуть не стал фотографировать в штатовском павильоне ну как выглядит марсоход вы можете себе представить натуральную величину а вот здесь вот этот мозг и все весь разговор идет о том в течение шести минут крутится по ну постоянно зацикленная такая презентация что мы все значит живем и пользуемся вот этим замечательным устройством у себя в голове но весь мир будет так или иначе теперь раздавать что называется да эти обязанности и задачи вовне во всякие нейросети и вот так как мы уже этим пользуемся когда едем например по какому-то маршруту и навигатор уже это делает за нас прокладывает маршрут значит соответственно мы частично будем отдавать 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 туда ресурсы и мне порадовало то что тут хотя бы какая-то из концепция я побежал но кроме концепции я не видел ничего к сожалению из конкретики потому что было все красиво очень ярко очень красочно вы увидите это видео сейчас которое будет показано на экране значит там помимо этого есть такие замечательные стенды где нам опять же росатом рассказывает о том как мысль человеческая зарождалась от наскальных рисунков до собственно того что мы поняли как работает атомное взаимодействие можем из этого получать какую-то энергию такие например там были очень характерные интересные опять же но но не это не изобретение скорее это просто опять же про мозг как видит мир например лягушка как видит мир змея как видит мир значит лошадь и так далее то есть у них у всех разное количество информации попадает мозг соответственно змея видит вообще все в инфракрасном свете да и вот можем это увидеть как какую информацию получает мозг и как он ее обрабатывает и но конкретики не было то есть да было направление это не было как у американцев что мы значит завоевали весь мир но вот на сегодняшний день у нас есть только марсоход ну понятно что spacex конечно да может быть нам просто было нечем похвастать но у нас все таки наш павильон это был павильон про идею пока без конкретики и венцом творения я бы назвал конечно германский павильон где тоже все про будущее и здесь в германском павильоне было конкретика потому что все павильоны мы я посетил вот кроме еще нашего естественно арабский но это надо было сделать то а и на тот самый японию очень красивая но япония сама про себя всегда говорит она закрытая страна она любит японию в японии больше ничего наверное японские самый впечатляющий да все таки мы привыкли от них ожидать чего-то большего чем от остальных да но она была своеобразная потому что например ты заходишь такую комнату которая вся находится из зеркал и в этой комнате в размером примерно ну вот с пол арбуза можете представить такое как бы пол арбуза это такая маленькая инсталляция да спрос под прозрачным стеклом где например ракета изображена в виде кукурузы они забыл словами не тоцами коци это все называется каким-то очень красивым словом где у человека значит воображение значит строят вот что-то вокруг там ездит какой-то поезд из хлеба значит вот так они себе это представляют это тоже часть традиции но в японии был очень красивый со смыслом момент сейчас вернусь еще германии просто мы уже подходим к тренду когда ты стоишь напротив очень красивого многослойного такого видео экрана где демонстрируются все проблемы человечества ну по потепление там вымирание видов болезни пандемия значит какие-то там столкновения то есть все проблемы человечества тебе показываются буквально за полторы минуты а потом тебе говорят об теперь перейдите на другую сторону ты переходишь на ту сторону и там зеркало и ты видишь себя на фоне этих проблем и по понимаешь что ты это тоже проблема ну то часть этой проблемы тебе так аккуратненько японцы намекают что все проблемы человечества они тебя включают то ты не отделяй себя от них ты тоже должен понимать что ты часть этой проблемы а вот и теперь мы переходим собственно к тренду что так что есть в германии и что естественно было и в японии про это тоже частично говорили в штатах и у нас все говорят про необходимую важную вот эту вот гармонизацию человечества с природой то есть если раньше человек был царь горы мы поработили эту землю мы полностью берем себе ресурсы и больше не возвращаем ничего то здесь вот это вот эта тема риюза до абсолютного то есть японцы там они сделали какую-то систему где 98 процентов воды которые они используют опять идет в оборот для русского человека это не очень приятно наверное даже я бы сказал может быть как-то не гигиенично но там все чисто абсолютно и в германии вот пожалуйста мы зашли первый павильон это огромный такой поплавок который значит плавает вверх-вниз но это в принципе банально все уже знают да и качает энергию там же есть интересная история который меня поразило вот представьте себе вам нужно приехать куда-то и срочно добыть энергию там есть ветер там есть как бы потоки воздуха но строить там ветряк это дорого а нужно здесь и сейчас получить энергию они придумали такую систему и хотят воплотить жизнь как я понял приезжает грузовик на грузовике дельтаплан такой очень огромных размеров по сути такой змей до воздушный и вот мне этот дельтаплан запускают на высоту примерно там 200 300 метров над землей где уже потоки воздуха сильная и этот дельтаплан он привязан собственно нитями к автомобилю ну или грузовику и когда он поднимается когда он набирает высоту благодаря силе ветра дату эти нити соответственно примотанных генератору и вырабатывают электричество дальше он спускается обратно насчет идет перри как бы откат обратно и опять он взлетает опять вырабатывать электричество то есть в любую точку можно приехать на такой машине и начать вырабатывать энергию из ветра не строя ничего вообще то есть не ним кроме того чтобы проехать под мостом или например макавта заехать вот это с этим проблема но эта штука естественно складывается как и все в германии превращается маленький спичный коробок а дальше история в том что есть тракторист который конечно не стесняется того что он тракторист и работает в поле почему потому что его трактор с помощью лазера уничтожает эти как их господи сорняки то есть нету химического воздействия никакого на почву сорняки сами определяются искусственным интеллектом и лазером уничтожаются или в общем человек едет на тракторе 3050 назовите как хотите вот трактор который с помощью лазера убивает все что нам не нужно соответственно выжигая его в микросекунду и никак не воздействия не воздействия на всю окружающую эко среду она почва ну естественно тоже а как ну вы вырезали вы грохнули какой-то из этих самых грохнули один сорняк сорняк он перестал существовать он тут же очень термическое воздействие будет на сорняк да но но точечная ну то есть это мы не выжигаем там 10 на 10 до метров и там все сгорает а мы как он прям конкретно там может быть даже в какой-то корень стреляем и он просто обламывается потом соответственно и там про тоже про почву много потом они конечно озабочены накоплением электроэнергии смысле аккумуляторов вот они уже говорят о том что ребята у нас есть известняк например да то есть той кальций о тот самый оксид кальция по моему на известняк я чуть не буду врать нас конечно же поправят комментариях сейчас вот но если мы к вот этому кальцию о то есть окиси кальция добавим воду то мы получим экзотермическую реакцию то есть реакцию с выделением тепла и уж если мы берем там всякие углеводороды то так черном известняк собственно не добывать и не добавлять него воду из негашона и известь называется да да то та самая да негашоная известь мы ее погасили она выделила тепло так давайте этим теплом тоже пользоваться а то все равно дождь пройдет она все выделиться и непонятно куда то есть общее направление вообще всего экспо это ну там три у них направление было задано значит это мобильность это какая-то попытка пересечения виртуальной реальности реальности нашей с вами ну вот это то что вот мы сейчас делаем с вами да по сути мы находимся в виртуальной реальности, да, общаясь. Значит, потом второе – это вот развитие человека, ну, как я понимаю, осознанность, да, всех действий, разделение мусора и так далее, и так далее. И третье основное – это, конечно, вот это зеленое движение экологическое, то есть все проблемы человечества – наши проблемы, мы их должны решать прямо здесь, сейчас, и вот эти все попытки, ну, изобретения, я не могу сказать, что все совхозы и колхозы Европы будут покупать трактора, которые могут лазером, значит, соответственно, уничтожать вот эти вот сорняки, но как заставить человечество это сделать, я не знаю, но очевидно, что направление выбрано, то есть мы идем туда. Я думаю, что Грета Тунберг, если она посетит эту выставку, может быть, она, кстати, изгоняет туда, но если на гужевом транспорте, только не в самолете, конечно, чтобы не сжигать лишние углеводы, углеводороды не разбрызгивать, то, наверное, она бы там просто обтащилась бы от всего, ну, если убрать вот это традиционное, да, каждая страна занимается чем? Ну, она занимается, ну, как бы такой, как это правильно сказать-то, ну, такое хвастовство на уровне, а вот у нас, а вот у нас, а вот у нас, да, вот было-было-было, там-то понятно, что… Хвастовка достижений народного хозяйства. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. И, естественно, что арабы, у них первый павильон, то есть подземный, просто весь этаж засыпан песком, потому что, ну, у нас земля-матушка, у них песок-батюшка, начиналось все с песка, а вот теперь, смотрите, мы на этом песке что построили, а вот у нас города, а вот у нас и будущее у них тоже, значит, ну, оно своеобразно, конечно, выглядит по сравнению с немцами, где конкретика, и по сравнению с японцами, где эстетика. У Арабских Эмиратов там просто, значит, раскрывается такой интерактивный экран, к которому ты подходишь, он раскрывается, и там на фоне песков вот буквально там вырастает какое-то здание, где очень много растений, и какая-то женщина в красном обтянутом комбинезоне, значит, пипеткой что-то туда капает. Ну, вот такое будущее они себе представляют. Но тоже направление опять – экология, взаимодействие, дружба человечества с природой. Вот, собственно, не знаю, насколько наше сегодняшнее изобретение будет этому следовать, но если мы можем сказать, что у нас есть такой билет от Экспо-2020, то, по крайней мере, соответствие изобретения на эту тему мы можем отслеживать. Ну, вот, собственно, у меня все. Да, вот самое, как бы это странно ни звучало, самое вот интересное во всем этом – это вот детали этих проектов будущего, потому что, насколько я понимаю, главная вот проблема ухода от углеводородов заключается в том, что очень серьезные потери в процессе передачи электроэнергии, очень серьезные проблемы с хранением электроэнергии. И получается, что для того, чтобы довести электричество до электрозаправки, нужно сжечь столько же углеводородов, больше углеводородов, чем эти углеводороды бы сожглись в машине. И получается, я вот вижу две альтернативы. Ну, гидроэнергетика, она не работает, потому что она наносит еще больший урон рекам, там, экосистеме возле этих рек и так далее. То есть она отваливается. Атомная энергетика тут без комментариев, тут все понятно. Остается сжигание углеводородов. И сжечь этих углеводородов для того, чтобы заправить электромобиль, нужно больше, чем заправить обычный бензиновый автомобиль, чтобы он сжигал топливо. Почему? Потому что потери, хранение и так далее. И получается два варианта. Первый вариант – это то, что действительно какой-то способ минимизации потерь и способ оптимального хранения будет внедрен, изобретен, там открыт. Либо появятся у нас такие углеродные гетто своеобразные. То есть где-то в Малибу будут ездить электромобили, а электричество, которое было получено из углеводородов, оно будет вот где-нибудь в Мексике стоять ТЭД, который будет сжигать там уголь, нефть и так далее. И получается, что одни будут дышать плохим воздухом, а вторые будут дышать чистым воздухом. Вот такая почти фоллаутовская апокалиптичная картина. Ну, посмотрим, как это будет. Просто, например, возвращаясь, опять же, к немцам и к их идеям, они не просто эти идеи как бы декларировали, они, по сути, ее и использовали тут же, когда вот ты подходишь, ну, я уже говорил, да, что каждое, например, каждый павильон, каждое здание – это такой своеобразный, ну, выпендреж архитекторов. Да, вот смотрите, что мы придумали. Но если говорить, например, про тех же арабов, да, то вот Объединенные Арабские Эмираты – это такое огромное такое крыло. У них же там сокол – это очень большой символ. Они все от этих соколиной охоты, это у них просто фетиш. И вот, значит, это вот все сделано в виде таких вот крыльев, да, таких красивых очень. Эти крылья еще так раскрываются, и там солнечные батареи. Ты все на это смотришь, думаешь, ой, как классно. Наш павильон – это такие, значит, провода от компьютеров, все это намотано, намотано, огромный такой клубок, шар разноцветных проводов. И ты на все это смотришь, и вдруг походишь к Германии, смотришь о Германии, ну, как-то, ну, какие-то кубики, кубики. И вот эти вот бесконечные, значит, как они называются, такие трубы, которые похожи очень на то, как вот мост держится, да, ну, набор каких-то. И ты как-то заходишь, и тебе скучно становится. Потому что, ну, ребят, ну, неужели немцы вы не могли? И вдруг неожиданно в этом же павильоне ты натыкаешься на один такой стенд, где написано, что, ребята, а у нас построен павильон сразу с ревитализацией. Ревитализация, вита, жизнь, ре, ре, жизнь. То есть это все, что мы построили, мы это все потом разберем и увезем, и из этого мы построим еще что-то. То есть ваши крылья – это классно, конечно, ребята, молодцы. Но вы понимаете, что вы все это разберете и либо выбросите, да, скорее всего, ну, либо куда-то на переработку, но куда можно отправить эти вот бетонные, железобетонные крылья, значит, которые только нужны здесь и сейчас? И трудно себе представить, что это можно где-то еще использовать. А немцы, уже построив свой павильон здесь и сейчас, говорят о том, что это будет все переработано, это будет reusable, это будет ревитализация. Вот это как бы круто. То есть они показывают, что сейчас мы уже пользуемся этим способом жизни, который мы вам проповедуем в будущем. Да, на самом деле, вот то, как одна проблема, как ты вот сказал, человек – это проблема. То, как одна проблема будет решать другую проблему, это вот как дураки и дороги, где вот одна главная проблема решает вторую главную проблему. Это мы, конечно, посмотрим. Я так понимаю, мы переходим к стартапам? Да, попробуем. И начнем мы с главной проблемы, то есть с человека. Первый вот интересный проект – это проект Ройби, то есть киберняня или игрушка для обучения детей. То есть это игрушка с искусственным интеллектом, которая учит и развлекает ребенка, внимание, в возрасте от трех лет. Подстраивается под ребенка, обучает языкам и основам STEM, проводит уроки, беседует и так далее. То есть это замена, по сути, общения для ребенка в возрасте от трех до семи лет. И у меня вопрос вот как к отцу. Ребенок доверил бы ты своего ребенка роботу няне. То есть вот я сразу скажу, что вот мы привыкли говорить, что телефон – это вот воспитатель современных детей и все такое. А тут речь идет о воспитателе в прямом смысле. То есть искусственный интеллект его обучит разговаривать, писать, читать, будет с ним беседовать. Вот как ты к такому относишься? Потому что чувства у меня были смешанные. Ну, во-первых, здесь есть очень интересная подмена, которую никто не замечает. Надо задать вопрос, для кого это изобретение? И вроде очевидно, что это изобретение для вот этих маленьких детей, которые от трех лет этим пользуются. Ну, конечно же, нет. Это изобретение для ленивых родителей. То есть как человек, который не хочет общаться с своим ребенком. Раньше он отдавал ему просто какой-нибудь гаджет, да, и там закачивал куда-то какие-то мультики в лучшем случае. А в худшем случае ребенок сам искал что-то в интернете, и непонятно, что он находил. То теперь, как бы говорят, если вы все равно такие неосознанные родители, да, если вы все равно отдаете им свои гаджеты и просто затыкаете его, чтобы он вам не мешал, я не знаю, лететь в самолете, сидеть дома, смотреть кино, общаться с друзьями, потому что дети вот как раз с трех там до шести лет, ну, до пяти, да, вот я точно знаю, они требуют внимания стопроцентно. И если вы все равно отдаете им свои гаджеты, то давайте мы сделаем это хоть как-то контролируемо. Давайте мы сделаем, чтобы в этой системе было все полезное, а все неполезное уберем, и тем более уберем все опасное, не дай бог он там насмотрится, не пойми чего, хотя в три года, наверное, вряд ли человек настолько восприимчив, но все-таки. И с этой мыслью, если ты отец и мать вот такой категории, да, то есть тебе все равно, что тебе скажут люди со стороны, что надо общаться с ребенком, ты все равно ему отдашь какой-то гаджет, ну, ты свой телефон ему отдашь, в конце концов, да, или ты скачаешь туда мультфильмы, то тогда, наверное, это имеет какой-то смысл, потому что, еще раз говорю, это просто некая замена твоего телефона и твоего отвяжись, которое ты подарил своему сыну или дочери. А если ты сознательный отец и мать, ну, конечно же, ты будешь это рассматривать только как, может быть, какую-то систему вспомогательной игры, но не более того. Конечно, когда, например, ну, у меня есть няня, да, и эта няня тоже сидит и по старым добрым аналоговым книжкам занимается с ребенком, они читают. Вот. Представить себе, что няня при этом достает какой-то планшет, и на этом планшете они играют в эту игру продвинутую, которая тоже учит читать, и я не кинусь к ней со словами «Нет, вы что делаете, это не традиционно, так нельзя». Наверное, нет. Если представить себе, что мы исключаем из этой цепи няню, и остается один ребенок с планшетом, который учится читать по какой-то программе, ну, мне нужно тогда как родителю, конечно, проконтролировать это. То есть я должен сесть рядом и посмотреть, как он это делает, так ли это учится, потому что, как мы знаем, да, нейросеть, когда она научилась неправильно, переучивать ее гораздо сложнее. Ребенок в этом смысле тоже самое. Поэтому, наверное, как направление движения в эту сторону я бы не стал это все банить. Я бы сказал, что это не ужас-ужас, это не чипирование и не поход к дьяволу. Это все-таки вещь довольно естественная. Но с осторожностью 100% надо использовать, я бы так сказал. Ну, а если немножко вот пробросить вот этот социальный эффект и так футурологически посмотреть. Вот до сих пор человек, он обучался человеком, ну, или тем, что сделал человек. В данном, конечно, искусственный интеллект тоже вроде как делает человек, но искусственный интеллект, он обучается по ходу, на выборках, там, перебором, там, неважно. То есть, так или иначе, он обладает чем-то невложенным и является более-менее открытой системой. Вот если появятся люди, которые будут обучаться другими открытыми системами, отличными от человека, такими вот как искусственный интеллект, вот с этого, вот можно ли хоть что-то предположить, какие будут новые люди, воспитанные компьютером, вот не как я воспитан компьютером, просто я за ним сидел, а в буквальном смысле, где компьютер работает над моим становлением как человек. Будет ли ребенок его любить так, как отца и мать, в смысле, когда это пишут обычно в социальных рекламах, ребенок говорит как няня, будь больше со своим ребенком, иначе будет вот такая история. Я не знаю, но тут сложно сказать. Вот смотри, когда у нас, например, люди пытались построить дом, да, вот еще в те времена, когда только-только они придумали, что можно что-то строить. Их же обучала гравитация и сопромат. То есть сопротивление материалов плюс гравитация, это были те, собственно, два учителя, которые обучали людей. Люди сначала построили что-то высокое, у них это все обрушилось. Потом они построили что-то высокое уже с соблюдением неких норм, и оно устояло. А потом падал ветер, и оно опять обрушилось. И так далее, и так далее. То есть людей все время учат окружающие действительности. Ну, так получается. И они к ней пристраиваются, и поэтому у нас сегодня есть дома, которые не падают, по крайней мере, они уже опытом накоплены и построены с вот этими вот материалами обучения, которые называются гравитация, там сопротивление материалов, бетон и так далее, и так далее. Здесь все то же самое. То есть, ну, ты, да, ты, ребенок твой вырос в этой среде. Может быть, он, если его обучает компьютер, и как бы люди за этим следят и понимают, что это обучение верное, наверное, тогда ему будет с этим компьютером потом проще общаться. То есть он будет, ну, конечно, тут этическая сторона выскакивает, насколько ребенок будет его воспринимать как человека, как человека, да? А если ты воспринимаешь компьютер как человека, то, соответственно, ты имеешь к нему и отношение такое же, как к человеку. То есть это же такая, получается, тамагочи, которая с тобой имеет какие-то уже больше, чем информационный обмен. Вот мы с тобой общаемся с компьютером как с информационными там потоками, да? То есть мы туда куда-то информацию загружаем, информацию получаем. Но понятно, что иногда, когда компьютер зависает, ты говоришь ему какие-то нецензурные слова, хотя он вроде не должен это понимать. Но эмоционально мы вряд ли окрашиваем свои там какие-то переживания с какой-то конкретной программой, которая у нас запущена на компьютере, да? Скорее всего, для этого у нас есть люди, окружающие нас. Когда человек свою эмоциональную составляющую, да, будет отдавать компьютеру и ждать что-то в ответ, и получать что-то в ответ. Вот это, мне кажется, тоже, вот это уже другой уровень опасности, потому что тогда, грубо говоря, когда нужно будет выбрать спасать компьютер, потому что он, не знаю, у него батареи надо поменять, и спасать бабушку, у которой надо поменять кислородную подушку, допустим, то вот что выберет ребенок? Эмоциональная составляющая должна быть привязана к людям. Люди зависят от людей, и это правильно. Но когда люди зависят от компьютера и считают его родственником, завещание пишут на этот компьютер, ну это странновато. Да, потому что вообще маленькие дети, это очень странно, вот когда только новорожденные дети, они обращают внимание и могут концентрировать свой взгляд на людях. То есть они как-то отличают это от общего фона, ведь они никогда не видели людей. А вот если эта штука будет иметь там какую-то подвижную мимику, общаться, разговаривать с ребенком, как вот у совсем маленького ребенка будет вот эта вот грань между... Да, это будет. Я больше скажу, я на своих детях замечал неоднократно, что они когда еще совсем ничего не соображают, они очень внимательно смотрят любую рекламу, любую. Почему? Потому что она яркая и мигает. Все, они не понимают, что это реклама какого-то продукта, им это неинтересно, но реклама сделана на таких базовых принципах восприятия, что она очень яркая и она очень громкая. И как только на экране появляется реклама, ребенок к ней начинает обращать внимание. Это не потому, что он там что-то узнает, а просто он такой же биологическое существо, как и все остальные, и все яркое и громкое его привлекает. Поэтому... Нет, я к чему... Я к тому это говорю, что компьютер может легко заменить собой человека, если он научится, как это делать. Если он научится улыбаться, если он научится там... Ну, понятно, то есть подстроиться под человек вообще ничего не стоит, и человек в этом смысле достаточно хорошо разбираемый на составляющий вообще элемент. А что говорить про современных людей, которые сидят, втыкают телевизор, им вроде как они уже выросли, вроде как воспитали их люди, но вот тот самый зомбо-ящик, который уже говорят давно не зомба и давно не ящик, он на самом деле... Само зомбирование, оно, может быть, от ящика уже отползло и перешло уже в YouTube. И теперь YouTube у нас зомбо-ящик или там зомбо-планшет, называйте как хотите, но вот это вот как бы желание быть зомбированным для человека очень естественно, как оказалось, и любая дури, чушь, она легко распространяется и быстрее, чем настоящие новости. Ну, чем не фейки. Хорошо. Посмотрим на этих детей будущего, потому что у нас будет вообще любопытная картина. Вот я наблюдаю за одним маленьким мальчиком, у которого среднее время просмотра YouTube, что-то там 6-7 часов в день, ему там около 10 лет. И получается, что у него живы, ну, естественно, мама с папой, бабушка, прабабушка. Вот это вот связь поколений. То есть прабабушка с прадедушкой, они, понятно, там в 30-е годы свое детство проводили, то есть там в условиях голода там и так далее. Бабушка там с дедушкой проводили свое детство там в 60-е годы. Ну и родители, соответственно, там в 90-е, в нулевые годы. И любопытно, что у родственников, вот это именно любопытно смотреть на родственников, отличаются очень сильно мимические привычки. То есть совсем-совсем вот дети, которые очень сильно воспитаны мультиками, аниме, YouTube и так далее, они даже перенимают вот привычки немножко нарисованных персонажей. То есть там, как вот в аниме делают большие глаза, там, или там улыбка у них такая не свойственная. То есть все равно вот улыбка в человеке, вот эта манера улыбаться у человека, она сохраняется на протяжении всей жизни, там, 70 ему лет, там, или 7 лет. И родственники в этом смысле, в смысле своих мимических привычек, каких-то повадок, каких-то таких психологических деталей эмоционального выражения, они очень сильно начинают отличаться. Как они будут отличаться, когда дети будут больше видеть роботов, потому что очевидно, что в роботов тоже вложат что-то такое. Это вот... С роботами проблема, вот, опять же, по этой выставке каталось там два вида роботов. Одни роботы были такие, как с полицейскими мигалками, и просили все время надеть маску, если они видели, что человек без маски, естественно, по Face ID своему. Очень трогательно. Вот. А другие роботы были такие маленькие и пузатые, с большими глазами, значит, с вот этими улыбками, и тоже я не понимал их основного смысла, но так как там действительно очень много было интересного, детей было куча, эти дети облепляли этого несчастного робота, робот не мог никак сосредоточиться, потому что дети со своей биологической активностью, конечно, они просто задушили этого робота несчастного, он не смог ничего сделать, он был постоянно в состоянии какого-то, в состоянии внутренней паники. И я так на это посмотрел и подумал, что, ну да, наверное, может быть, мы и представим себе, что когда-то у нас будут летать вот эти вот планеры, добывать, значит, электричество, может быть, даже у нас появятся, значит, тракторы, которые будут лазером убивать сорняки, но вот то, что у нас будет на каждого такого ребенка такой же активный робот, который может ему соответствовать по энергетике драйву и просто... Не, наверное, не скоро еще, очень не скоро. То есть вот как раз эта тема, я очень надеялся, что, ну, как минимум, я у японцев увижу кучу роботов. Нет, нет, нет. Там нет такой задачи, чтобы все работали, жили с роботами. И роботы – это такой немножко, как мне кажется, уже сегодня натянутый тренд. Все в это поигрались, там, не знаю, мы там своего Федора сделали, да, ну, в итоге оказалось, что пересилит гораздо лучше или снимается хорошо. Вот, и потом, зачем это нужно делать, если мы понимаем, что есть функциональность у каждого робота, да, а мы пытаемся все равно их сделать, ну, как это называется, антропорфными, да, то есть похожими на людей. Ну, андроидные, ну, да. Антропоморфными. Антропоморфными, да. И зачем? Нам объясняют, что, ну, есть объяснение логическое, что мы всю жизнь вокруг себя строили то, что нам было, ну, то есть ручки такие, как для людей, да, сидения, как для людей. И если мы сделаем такого же робота, похожего на человека, ему будет просто удобнее в этом мире. А вопрос, удобнее в этом мире что? Сидеть в автобусе, куда-то ехать, значит, с коробкой? Зачем ему ехать с коробкой в автобусе, значит, на доставку, если у него просто можно сделать колеса, и он сам будет в виде коробки? И такие же штуки тоже катались по выставке, то есть ты просто заказываешь себе еду, тебе приезжает коробка, ну, вот как у нас Яндекс катается, такие тоже. То есть робот в данном случае не имеет смысла такой вот прям человекообразный, потому что если у него есть задача одна, так давайте его сделаем так, чтобы он с этой задачей легко справлялся, благодаря тому, что у него есть колеса и коробка. Он не нужен робот, который будет эту коробку нести, разговаривать и садиться в автобус, там, не знаю, подниматься по этим эскалаторам. — Садать от радикулита. — Да-да-да, разговаривать с такими же роботами, которые его не пропускают вперед. Ну, то есть есть функциональность у каждого робота, и она на самом деле всегда очень узкая. И делать универсального такого заменителя человека, робота, который бы мог... И дальше, опять же, как только возникает задача... Вот помнишь, был такой момент интересный, по-моему, в фильме «Я робот» назывался, где играл этот молодой... — Уилл Смит. — Уилл Смит, да. И там стоял этот робот, я еще помню, там он злился на какую-то свою хозяйку, а он стоял и резал ножом, значит, морковку. То есть вот зачем делать человекообразного робота, который режет морковку? Для этого существует просто блендер, да, или там какой-то, не знаю, нарезатель. Кинул туда морковку, и все получилось. Так что вот. Такого тренда я не заметил. Мне кажется, что роботы немножко... Ну, побаиваемся мы их, да, и нас ими пугают, но это уже человечество в целом, мне кажется, от них немножко отвернулось. — Да. Это точно будет, наверное, не Т-1000, и точно будет не робот, которого Лосяш в Смешариках сделал, такой гиперактивный. Хорошо, перейдем к следующему такому очень-очень утилитарному, но безумно интересному стартапу. Лампочки Gravity Light, лампочки, не требующие подводки питания. Идея построена на использовании силы гравитации. Современные светильники на основе полупроводниковых LED-кристаллов имеют эффективность и звучание, превышающие 83%. Таким образом, для создания достаточного, к примеру, для чтения светового потока, нужно совсем немного энергии. Вот и придумали индийские специалисты, задействуя для этого силу тяжести. Ну, по аналогии с гиревыми часами с маятником. Устройство включает в себя пьезоэлемент, превращающий энергию сдавливания в электричество, маленькую таблеточную батарейку, полупроводниковый светоизлучатель и тросик со сдавливающим приспособлением. Вот вроде звучит гениально и просто. Какого черта это еще не везде, если это работает? Или, может быть, это не совсем вот работает? Почему? Гирь-гирь надо перевешивать. Тут надо немножко физики нам рассказать, потому что если у тебя просто висит гиря и не двигается, то ее работа равна нулю. Потому что гравитация должна... Что такое работа гравитации? Это когда у тебя есть какая-то тяжесть, там, ну, не знаю, масса, и эта масса на какое-то расстояние переместилась благодаря гравитации. Вот это вот называется изменение энергии, и эту энергию можно забрать. Поэтому все, собственно, все вот эти часы, у которых висит гирька, гирька опускается, и как только гирька опустилась, часы перестают идти. Надо гирьку перевесить опять или ее завести и запотнеть. Есть технические характеристики. Вот они звучат следующим образом. То есть мы подвешиваем эту гирю под потолок на высоту в 3 метра, там написано. Такая лампочка за ночь опустится на метр, выдавая при этом свет. То есть, соответственно, раз в 3 дня нужно поднимать ее на 3 метра. Ну, это хорошая история. Почему нет? Это очень немножко похоже на то, что мы садимся за велотренажер и светим себе, значит, вырабатываем себе электричество, чтобы тут же смотреть сериал на планшете. Почему бы нет? Здесь тоже надо все это поднять. Но в качестве, да, это та самая, вот это очень трендовая история. Вот современная экспо 2020 бы все аплодировали, потому что это потребление энергии, которая есть, что называется, по определению у каждого, кто находится в поле гравитации, правильно? То есть давайте этому все порадуемся. Мы не берем ни энергию электрическую, то есть мы электричество вырабатываем, но мы не берем ни какие-то углеводороды, никаких там реки не останавливаем, даже ветряки не ставим, хотя ветряки тоже, говорят, если их много поставить, влияют каким-то образом на изменения погоды и, может, там, не знаю, вибрации свои они там пугают каких-нибудь жителей в земле. Поэтому это очень трендовая штука, я думаю, что, конечно, ее надо сделать. И здесь все упирается, как мне кажется, тоже в реализацию, да? То есть идея хорошая. Ну, давайте себе представим, сколько нужно мне потратить денег, чтобы в своем доме все лампочки сделать такими, плюс у меня еще будет на метр опускаться потолок каждый день. Удобства? Ноль. Ну, или даже отрицательное значение имеет какое-то. То есть я должен вложить деньги, чтобы жить неудобно. Правильно? Если мне за это не уберут все мои налоги в какой-нибудь Швейцарии, и я буду счастлив жить без налогов, тогда я, конечно, на это пойду. То есть здесь нужен кнут и пряник. Ну, кнутом заставить людей это покупать невозможно, ну, потому что люди там взбунтуются, да? У нас, вон, пытаются кнутом заставить, вон, прививаться, ничего не получается. А если пряник, ну, давайте, окей, я должен у себя в доме поставить такие лампочки во всем доме, и тогда что? Тогда у меня будет электричество, стоит в два раза дешевле, допустим, на все остальное, да? Может быть. Ну, вот здесь идея хорошая, реализация, я пока не знаю как. Это, на самом деле, очень пересекается с тем, что я видел еще в Германии. Там они очень сильно обсуждают тему вот этих солнечных батарей. И выяснили такой интересный момент, что да, солнечная батарея есть. И да, например, я хочу себе ее поставить на крышу, но она тяжелая, она большая, она очень, ну, то есть, ну, она в монтаже, да, в общем-то требует специалистов, и стоит это все очень дорого. А потом на эту, значит, если ты представишь, что пойдет какой-нибудь град, да, и там эту штуку разобьет, то это надо менять. Ну, ну, ну. И вот они придумали, собственно, я в руках это вертел, такие вот батареи в виде, можете себе представить такую, ну, как бы полупластмассовую такую вот накладку на стол, когда кладут, чтобы не засорить ее, не залить, ну, что-то вот такое, ну, как скатертька такая маленькая. То есть, это тоненькая-тоненькая штука, которая гнется легко и так далее. Ей можно просто, ну, вот, купил себе такие шторы, да, вот ты их задергиваешь, они у тебя начинают вырабатывать. Ты их отдернул обратно, они, значит, уже тебе не вырабатывают. То есть, любое решение экологически, правильное и энергетически правильное должно быть легкое для человека, который это, ну, должен использовать. Вот эти вот штуки с лампочками, идея хорошая, но очень тяжеловато это все. Ну, я вообще, насколько вот понимаю, экологическая экономика, она вот такая может быть только очень социалистической. То есть, она может быть проводиться только решениями. Потому что, если отдавать это все стихии рынка, то рынок будет искать, ну, путь наименьшего сопротивления. И невидимая рука рынка, конечно, будет исходить из того, что компании должны демонстрировать оппортунистическое поведение, то есть, добывать все самым варварским способом, потому что это эффективно, это минимизирует издержки и так далее. То есть, в каком-то смысле, для того, чтобы, ну, реализовывать хоть какие-либо масштабные экологические проекты, нужно жертвовать этой эффективностью. В чем-либо там, в удобстве, в издержках и так далее. То есть, сугубо по решению партии правительства. Либо должно прийти время. Вот про тех же лошадей мы уже говорили, да, что Дмитрий Иванович Менделеев переживал, сколько навоза будет лежать в городах, когда, собственно, количество людей, перемещающихся на гужевом транспорте, там, пересечет какую-то безумную, значит, безумную черту. Но этого не произошло просто потому, что этот транспорт оказался заменен другим транспортом. Вот и все. То есть, если время придет такое, которое нам скажет, нате вам термояд управляемый, нате вам, я не знаю, всякие такамаки-стеллораторы вдруг заработают, ура, ура, вперед. Это само по себе решится именно благодаря, правильно ты говоришь, рынку. То есть, сегодня все эти предложения, которые есть сейчас, они перед человеком ставят выбор. Я либо осознанный, как Грета Тунберг, значит, не хочу ездить на поездах, самолетах, поеду пешком или на лошади, чтобы не сжигать и не расширять озоновый слой. Но это надо быть человеком сегодня сумасшедшим, потому что другой человек, у которого есть действительно проблемы с бизнесом или с работой или с чем-то, он сядет и полетит. А если в массовое сознание, это, по-моему, не впихнуть никогда. То есть, есть люди, которые делают сортировку мусора. И причем нам постоянно показывают пальцем на правильных людей в Швейцарии, которые этим просто занимаются целыми семьями. Но, ребят, может быть... Япония. Япония впереди планета всей. А мы знаем... День есть целый, когда они выкидывают мусор, стелят скатерку и всей семьей его сортируют. Я не знаю. Японцы, мне кажется, могут это делать вполне искренне. Я верю в это. А вот мне кажется, что Европа это скорее делает просто потому, что это выгодно. То есть, ты можешь купить мешок для миксит трэша, но он очень дорого стоит. А нарушать там правила стоит еще дороже. Вот, собственно, и все. То есть, человека загнали в этот угол, ему ничего не остается делать. И он вынужден экономически так поступать, потому что, если он не будет этого делать, опять же говорю, это будет просто дорого. Но если это не таким образом построена система, что она тебя загоняет в этот угол, то, конечно, человек просто берет пакет и выбрасывает его еще, не дай бог, куда-нибудь из окна автомобиля. То есть, только в добровольно-принудительном порядке пока что. Хорошо. Перейдем к следующему стартапу. Я бы объединил это целой группой. Потому что мы бы, на самом деле, мы что-то неправильно сделали. Мы первые два как-то не отметили. Давай мы попробуем все-таки быстренько дать им какие-то оценки. Но второй, очевидно, я считаю, что изобретение плюс. Ну, пользование, наверное, все-таки пока непонятно мне. А первое изобретение с обучалкой, которая учит детей, я тоже считаю, что это хорошее изобретение. Тут нужен просто контроль. И вот, наверное, так. Ну, чтобы какие-то подводить итоги минимальные. Да. Ну, насчет второго я бы сказал бы, ну, я не знаю, я, конечно, мое знание физики не очень высокое, но я так понимаю, что энергии с этой лампочки вот действительно будет хватать, чтобы там книжку почитать и так далее. То есть, если все это сделать более гибким, то есть, есть вот места, где нафиг не нужно большое количество света, вот, то вполне это сгодится. Собственно, тут же преимущество, я бы отметил в чем, вот если мы подводим итоги. Это то, что не нужно подводить лэпы. Вот тут экономическая эффективность. То есть, в какой-нибудь тьму таракани, если стоит вот эта штука, ну, допустим, в лесу, мы же не проведем линии электропередач в лес, но вот пришел человек в лес, вот поднял эту гибку, как бы, все, свет ему обеспечен, как бы, ну и так далее, в каких-то вот таких диких местах. И это действительно будет экономически эффективно. И это, в принципе, может позволить, как бы осветить вот очень большое количество пространств, где просто физически невозможно там подвести лэпы, или экономически это нецелесообразно сделать. Лесу, вот, расширять эту идею. Слушай, ну, хочется, конечно, немножко отойти в сторону. Я знаю, что энергия, собственно, масса опущенная на определенное количество расстояния, да, в силе тяжести, это MGH. Ну, это просто в джоулях. Соответственно, надо посмотреть, сколько джоулей занимает кипячение одного литра воды от температуры, например, 20 градусов, да. и, соответственно, посчитать, сколько при этом, ну, вот, если... Нам нужно закипятить один литр воды. Какую массу и на какое расстояние я должен опустить, да, чтобы получить эту энергию? Вот что-то мне подсказывает, что жить... Очень большое. Жить, опуская вот эти гири непрерывно в доме, который потребляет там 5-8 киловатт, как в среднем потребляет каждая квартира, да, с учетом этих комфорок и так далее, невозможно. То есть, это здорово, но лэп все равно придется тянуть. Я вот к чему. Да, ну, все-таки, хоть как-то это можно приколхозить. А я сразу сказал, что много света с этого не получишь. А уж про чайник-то кипятить. Хорошо, следующая группа стартапов, это группа стартапов, связанных с костной проводимостью звука. Вот, ну, например, такой VIR OX. VIR OX, наушники с костной проводимостью звука. Пишется, что это более здоровая альтернатива обычным наушникам, что это подходит и для работников колд-центра, это и подходит для занятий спортом, и, в принципе, это и работает для людей с потерей слуха. Вот костная проводимость звука. Я не знаю, насколько с этого можно будет, например, слушать музыку, потому что тут уж тебе виднее, ты музыкант, и физика можешь предположить что-то на этот счет. Но вот как ты относишься к самой идее костной проводимости звука? Ну, идея не новая. Мы знаем, что Людвиг Ван Бетховен, когда оглох брал в руки ложку, прислонял через зубы эту ложку, собственно, к вибрирующему инструменту и продолжал писать. Поэтому эта вещь была известна давно. Вопрос все-таки, что мне кажется, это вот в случаях потери слуха, да, это хорошее решение, чтобы не остаться глухим. И для тех, кто родился, да, например, с неработающими ушами, там, барабанная перепонка, это тоже можно сделать. Но заменять... Просто я этот вопрос не изучал глубоко, но мне кажется, тут еще нужно подкрепление каких-то нейрофизиологов, которые нам расскажут о том, что все-таки мы же не просто барабанными перепонками слышим, да, мы же получаем эту информацию в какой-то определенный отдел мозга, который у нас называется слуховым отделом, да, который отвечает за распознавание информации. И, то есть, получается, что если мы убираем этот отдел, ну, то есть, у тебя нет барабанных перепонок, значит, соответственно, сигнал поступает не в этот отдел мозга, а в какой-то другой, то есть, отдел, который отвечает за ощущение вибрации, да, и этот отдел должен уже, весь мозг должен считывать эту вибрацию как информацию теперь. Не знаю, не знаю. Я... Вот мне отец как-то рассказывал, что был момент, когда они там что-то работали с военными, и военные им говорили, что на всех каких-то тыренных, значит, из-за рубежа, соответственно, ну, схемах там и каких-то чертежах иногда была такая печать, придумана нашими военными, там было написано «Не улучшать!» То есть, вот стырили, как вот стырили, давайте мы не будем это улучшать. А вот здесь, кажется, если уж придумано так вот природой, да, есть у нас уши, глаза, нос и все остальное, если есть возможность воздействовать на это естественным путем, то есть, звуковыми колебаниями, есть проблема с наушниками, да, когда они особенно долго находятся внутри уха, то есть, там нету проветривания, и там заводится что-то, ну, так вы просто возьмите либо другие наушники, либо не носите их круглые сутки. Я против. Ну, то есть, я вижу в этом только медицинское спасение людей, которые потеряли слух. Вот это да, это как бы любые способы здесь хороши. Но говорить о том, что давайте мы всем сейчас, у нас есть хороший манипулятор, давайте отрубим руки, поставим манипулятор. Манипулятор, он сильнее, и он не повреждается, ты можешь не бояться, манипулятор, значит, разместить под пресс, мы тебе новый манипулятор поставим. Зачем тебе рука? Рука, она царапается, она опухает, у нее болят суставы. Давайте мы руку уберем и поставим манипулятор сразу. Нет, я против. А я вот такой немножко каверзный вопрос задам. С рукой все понятно. А вот глаза, вот человеческие глаза, несмотря на то, что они зеркало души, они все равно видят плохо. Это плохой прибор. Ну, смотри, то же самое. Очки это прекрасно, да, очки это спасение внешнее. Это точно так же, как на уши вешать слуховые аппараты. Дальше. Окей. Мы хотим делать операции на самом кристаллике. Так мы уже их делаем. Смотрите, сколько людей уже сделали. Все довольны и счастливы. А есть при этом какие-то осложнения? Ну, бывают. Ну, бывают в смысле какие? Ой, ну, бывают разные. А бывает, что человек, например, сделал операцию, ему стало хуже. Ой, бывает и такое. Все бывает в этом мире. Ну, и дальше вот это вот вечный спор и вечный баланс между риском и, собственно, ну, благом и риском, да, которое это благо может дать. Я думаю, что да, пример хороший, и очки, естественно, тоже помогают людям, но замена, скажем так, представив себе эту аналогию, глаза на какой-то там киберглаз, который будет обладать функцией, я не знаю, зума там, и количество пикселей там будет превышать, значит, плотность этих пикселей на сетчатке глаза. Опять же, куда это подключать, если там тот разъем, который это может воспринять правильно. Я вот за спасение глаза, хорошо, давайте так назовем, спасение глаза, и очки это тоже спасение глаза, и операция на хрусталике это спасение глаза. Но замена глаза, наверное, мне кажется, все-таки нет пока. Смотрел призрак в доспехах? Не, не видел. Жаль, там просто был, ну, там как раз это киберпанковое аниме, где один из сотрудников спецслужб, он имел вот такие глаза, которые напоминают вот у фотоаппарата объектив, и они... Ну, у меня знакомый есть, который к нам часто приходит на радио, тоже такой дядька-футуролог, он говорит, что сейчас уже существуют системы зума, встроенного в глаз, и уже буквально там какие-то прототипы существуют, но вот он сказал, что как только это появится у него в доступе, он сделает себе сразу же. Я, правда, не очень понимаю, как это работает, и зачем это мне надо, то есть меня пока очки вполне устраивают, хотя зрение мне не очень. Но зум, ну, я не знаю, ну, черти, если я... У меня обратная ситуация. У меня оба глаза единица. Вот сколько... Я сижу за компьютером иногда по 18, по 20 часов. Ну, вот так вот у меня оба глаза единица. Но я с детства вот мечтал о вот этих вот глазах, как у бата. То есть я думал... Ну, в детстве я точно был убежден, что если это появится в доступе, то я пойду нахер снесу этот дурацкий природный прибор и поставлю прокачанный нормальный прибор, особенно если он будет такой эстетичный, киберпанковый. Не-не, я все-таки вот... Понимаешь, с одной стороны я против вот всяких... Ну, вот таких вот замен, да. Ухо заменяем, значит, на костную, соответственно, слышимость, глаза заменяем на кибер, все эти вещи. Я опять же говорю, я против этого до того момента, пока это не переходит в разряд медицинского спасения. То есть когда у людей, не дай бог, какой-нибудь рак поджелудочной железы, я за того, чтобы выращивали эту железу, ее уже выращивают, по крайней мере. Ну, я точно знаю, что выращивают щитовидную железу для мышей. И уже мышам это сделали. И вот такая проблема, куда ее поместить, потому что они вырастили просто ткань. Там проблема еще с сосудами, потому что сосуды вообще никак не вырастешь. Они самое ценное, что есть в этих тканях. Но если мы переходим вот туда, в разряд, что называется, катастроф медицинских, то там я за любые решения. То есть если это, может быть, суперкосмический глаз, там, слушать через кости, замена органов, это все за. Но пока, что называется, все работает. Я все-таки в данном случае буду, наверное, таким ретроградом. Да. Интересно было бы, кстати, посмотреть на композиторов, которые написали бы музыку, имея только вот костную проводимость, чтобы понять, как сказать, насколько по-другому они воспринимают звуки и слышат этот мир. Не, а там все то же самое. Я тебе уверяю, это как раз тоже разговор, который мы давно уже обсуждали с Марфином, с Михаилом Наумовичем, как-то мы этим спорили. Ну, например, та самая кварта идеальная, которая звучит у нас как рычание двух нот. Это же идеальное соотношение два к трем частот. И это соотношение, соответственно, оно никак не изменится. Получишь ты его в ухо или ты получишь его в кость. Соотношение останется соотношением, и это рычание останется рычанием. То есть, это математика. И красота вот этих вот сочетаний частот, это красота математическая. Она, к сожалению, не имеет никакого отношения к человеку. То есть, я думал раньше, что человек воспринимает эту гармонию, и поэтому это гармония, да, а прилетит к нам какой-нибудь инопланетянин, он скажет не гармонично потому что не другой мозг но на самом деле это гармония в математике математика как вы как мы знаем отделяется от людей потому что это существующие в общем вне человеческого разума красивая логика да я тоже это идея часто сушат математика саватеева я ее полностью я даже вот помнил по у вас выпуск был совместный ну там просто здесь здесь даже можно представить наглядно вот ты берешь какой-то отрезок и помещаешь туда одну волну или три волны да то есть соответственно у тебя получается вот такая гармоника и эта гармоника если представьте что на земле нет людей и некому это увидеть и поценить красоту то она все равно существует также как гравитация например да так что я думаю что эти люди композиторы с костным слышанием будут прекрасно также писать музыку точно такую же но пример бетховена об этом говорит правда он раньше слышал нормально перейдем к следующему в общем мы говорим нет предыдущему я не в случае если это неизбежность да хорошо вот такой проект искусственные гормоны то есть робот опять же роботизированные гормоны не искусственно внедряемых человека роботизированные гормоны то есть в частности это на примере проекта зоа зооциал робот питомец с искусственными гормонами то есть он обладает не шаблонным поведением и в нем внутри моделируются вот это изменение и перепады гормонального фона человека то есть или животного допустим грубо говоря я очень грубый пример привожу потому что не у всех там кошек это в марте случается ну вот подскочили гормоны то что ответ не обращает этот гормон для обсуждения как бы не так интересно вот есть гормон гораздо более полезный который важный который называется инсулин да вот он там тоже участвует ну я не знаю ну видимо да то есть я так тут заявлено что на примере вот робота показывается вот это изменение гормональное и мы берем оттуда какой-нибудь до кортизол и если он человеку недоступен то его вкалываем или как нет допустим мы берем этого робота и пытаемся там кортизол он я так понимаю вырабатывается от дыма или страну стрессовый да да то есть мы хоп включаем там за замучить это животное кортизолом и животные демонстрируют прям люто стрессовое поведение робот естественно демонстрируют люто стрессовое поведение то есть то как бы действовало бы животное тире человеку которого бы резко зашкалил кортизол и так далее то есть вот это вот игра в гормональные изменения но это крутая система ну то есть это конечно но по крайней мере сейчас это вообще изучается там семейными шагами потому что ну вот для меня было недавно удивлением что оказывается у человека по мужского рода есть менопауза так называемая который есть у женщин просто у женщин это вызвано с тем что она перестает иметь возможность иметь забеременеть и иметь детей да то есть у них вот такой грубо говоря кривая примерно следующая прямая потом бах падает все то есть вот это называется у них именно паузой поэтому там много написано и медицинской литературы и там женщин в этот момент лучше не трогать потому что у них идет изменение как раз внутренние серьезные и многие женщины там себя подкармливать какими-то медикаментами чтобы эту ситуацию избежать а мужики ходят такие а мы то вот красавцы у нас этого нет на самом деле мужчина то есть просто просто другая кривая то есть у женщина вот такая прямая прямая потом бац упала и другой уровень а мужчин просто медленное затухание вот такой вот нужного значения опять же того же самого нуля просто медленно и конечно сейчас все это опять вышло нужно вопрос это камена пауза возникает к яйцеклетки заканчиваются а что мужчина закончится сперматозоиды что мужчин нет мужчины такrespirma ты не заканчиваются заканчивается тестостерон начинала начинает просто падать 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 мужчина уже может у него есть прайматозоиды например зачем они ему нужны а вот и в целом в принципе там будут такие изменения уже отсутствия тестостерона соответственно дает уменьшение мышечной массы мышечной массы там зациклено То есть, вот это понятие «старик тот самый», он возникает именно благодаря, в том числе, и гормонам. А чем это отличается от импотенции? Ты знаешь вот эти детали? Детали этих не знаю, но я знаю, что импотенция, конечно, связана с тестостероном 100%, но там не только, если мы исключаем все остальные болезни, которые тоже могут быть. Просто интересно, что гормональная история человека сама по себе, она сейчас только начинается изучаться, серьезно изучается. И многие люди ходят к эндокринологу, когда говорят, что вот, ну как же, у тебя что-то заболело. А может быть, на самом деле ничего не заболело, и надо просто идти, просто померить эти гормоны, посмотреть, в каком находится состояние тот самый кортизол, который считается гормоном обязательным для человека, потому что он нужен был для выживаемости. В сложные времена, когда мы бегали по пустыне, по пещерам, без гормона стресса ты не мог выживать. Но есть еще серотонин необходимый, который получение удовольствия, и, соответственно, там вот эти все истории о том, что мы едим, это для нас удовольствие, потому что это требует организма и так далее. Короче говоря, мало очень, к сожалению, сейчас вот именно подкрепленных экспериментов, потому что каждый человек настолько сильно зависит от этих вот белковых соединений, которые называются гормонами, что, ну, это очень, во-первых, бесчеловечно, во-первых, ставить такие эксперименты, это раз, но это бог бы с ним, там для этого есть китайцы. Но есть же еще и просто не очень индивидуальная история с этими вещами. И поэтому здесь бы, конечно, какую-нибудь систему бы построить для определения, что на что влияет, это было бы очень здорово. Я бы туда еще какую-нибудь нейросетку подключил, потому что в человеческом организме настолько все не очевидно взаимосвязано, что, может быть, человек, например, испытывающий стресс, да, там на повышенном кортизоле приходит, ему пытаются его лечить какими-нибудь антидепрессантами, а у него, например, как раз вот банальное там затухание какого-нибудь тестостерона, ему надо просто какой-нибудь проколоть стимулятор этого тестостерона, и он вернется в нормальную жизнь, и не нужно его пихать другими лекарствами. То есть увидеть такую взаимосвязь может только нейросеть, поэтому я бы к этой системе еще подсоединил бы нейросеть и гонял бы эти, действительно, гонял бы эти гормоны вот вообще по всей шкале от нуля до бесконечности, чтобы посмотреть, как там что взаимосвязано, поэтому это очень круто. Да, но получается, но все-таки это игрушка, тем не менее, но эта игрушка помогает как бы уже понять какие-то более сущностные научные вещи, даже там, например... Это очень крутое моделирование, то есть это моделирование процесса, зачем нам мучить людей, да, и животных, давайте мы это смоделируем, и потом сразу пойдем правильным путем. То есть тот же самый Эдисон, да, он изобрел лампочку, все его хвалят, но он же при этом сделал тысячу неправильных лампочек, он просто тыкался, просто вот тыкался, тыкался, тыкался и наконец ткнулся туда, куда надо. У нас на это нет времени, у нас на это нет сил. Хорошо, и вот вишенка на сегодня, я постарался сегодня объединить все стартапы, которые связаны с человеком, то есть, ну вот за исключением этой лампочки, потому что вот эта лампочка мне показалась очень любопытно, но она тоже связана с человеком, потому что она заявлена как лампочка для чтения. Вот самая такая, на мой взгляд, лютая штука, это персональный искусственный интеллект, который помогает вспоминать человеку информацию. А записная книжка не подходит в данном случае, да? Нет, она не работает, потому что этот искусственный интеллект, он фиксирует вот более-менее всю информацию, которую человек увидел. И если он хочет что-то вспомнить, он обращается вот к своей вот, к своему большому вот этому облаку, и оно ему выдает как бы. Я так понимаю, оно может там, допустим, видео фиксировать, то есть вот, грубо говоря, все то, что человек там увидел, например, сзади. Хоп, и это все записалось, заархивировалось. Это можно захватывать там устно, письменно, там фотографически и так далее. Ну, наверное, сам... Это внешнее устройство, да, то есть, ну это как камера, как она называется, на автомобилях стоят вот эти камеры. Видеорегистратор, вот человеческий регистратор, да, который помогает вспоминать какие-то... Ну, надо понять, что он же эту информацию обрабатывает искусственным интеллектом, то есть, допустим, если человек увидел что-то страшное, его это там поразило до глубины души, то как-то он зафиксирует как какое-то там, грубо говоря, очень важное воспоминание, и может там прояснить внутри этого какие-то детали там. То есть, вот эта вот штука, запись человеческой, запись всех человеческих воспоминаний в отдельном... Ну, смотри, наверное, тут, чтобы... Я не понял просто, на самом деле, пока, что это такое. Я так понял, что, может быть, это запись видео с какими-то метками, маркерами, что на этот момент ощущал человек. Ну, опять же, по каким параметрам? Сердцебиение, давление, там, я не знаю, потливость. Это прибор или что это такое? Нет, это типа... Это вообще, я так понял, штука виртуальная, но она имеет перспективу присоединения очень много разных интерфейсов. Например, можно сесть этому дневничку и все рассказать. Можно сесть в него, загрузить все фотки. Можно сесть там и загрузить в него, грубо говоря, видео. И потом, когда человек садится что-либо вспоминать из своей жизни, эта штука выдает ему какие-то детали. То есть, она все равно обрабатывает эту информацию и дает ему на выходе. То есть, можно сказать, грубо говоря, что это записная книжка с искусственным интеллектом. Я прикреплю ссылку, она называется Personal AI. Я понял, что я сажусь, например, и говорю, искусственный интеллект. Скажи мне, пожалуйста, вот я за сегодняшний день, какой момент мне больше всего потревожил с точки зрения моего восприятия? Когда у меня был максимальный пульс и давление, например? Вот он показывает. А вот когда вы там болели за свою любимую команду, вот в этот момент у вас было, например, такое значение? Пока я не вижу в этом большого смысла, опять же, потому что это, как сказать, если я что-то не запомнил, значит, это было неважно. Вот я так как-то для себя это решаю всегда. Может быть, я сильно самонадеянный, конечно, человек, но это примерно схоже с тем, что иногда, знаешь, говорят, вот меня куда-то позвали, но не взяли. И люди начинают на это, ну, особенно те, кто так или иначе в медиапространстве вертится, они поэтому сильно переживают. А я для себя всегда говорю, значит, не нужен был. То есть, если нужен, то позвали бы, то дозвонились бы, то нашли бы время и так далее. То есть... Твое от тебя не уйдет. Да, твое от тебя не уйдет. Здесь то же самое. Если информация важная для тебя, она тебя достанет, ты ее запомнишь. Если она не важна, подкреплять ее какими-то вот такими искусственными вещами и потом говорить, что на самом деле ты когда ехал на автомобиле, ты посмотрел, и был такой прекрасный закат, и ты увидел это красивое, значит, сочетание цветов, и тут тебе что-то нахлынуло, и ты что-то вспомнил. Ну, наверное, может быть. Ну, не знаю, мой рациональный как бы разум говорит, что это делать не надо, потому что человеческий мозг при всей своей несовершенности, при всем своем несовершенстве, он же все-таки еще обладает системой очистки. И вот тот сон, который у нас есть каждый день, это как раз попытка выбросить ненужную информацию, оставить нужную и положить ее куда-нибудь в хорошо структурированном виде. Поэтому делать себе еще такой склад в виде чердака с хламом, где будет лежать что-то, что запомнил искусственный интеллект, по мнению искусственного интеллекта, важное для меня, и еще с этим разбираться отдельно, ну, я нет, я против. Я вот анализирую свои когнитивные функции, свои функции памяти, могу сказать, что мой мозг запоминает самую бесполезную для меня информацию. Это тоже есть, конечно. Да, только у меня это, ну, как мне кажется, мне про себя, что у меня это очень такой высокой степени. Вот я занимаюсь всякой хренью, историей, там, фактами, датами. Я знаю больше про жизнь людей, которые, там, умерли, там, 50, 60, 100, 200 лет назад, больше, чем про жизнь, там, многих реальных людей. Ну, значит, это интересно? Нет, ну, согласись, что здесь есть важный момент, тебе это интересно. Это невозможно было бы представить, если бы тебе была неинтересная история, тебе бы пихали эту информацию, да? Вот ты бы сказал, да, нет, ребята, но это невозможно запомнить. Это стало возможным запомнить только в случае, когда тебе это реально интерес вызывает, и ты сам это, как бы, выкапываешь, находишь эту информацию. И она, на самом деле, при всей... В истории же невозможно говорить, что она структурированная как-то, да? Ну, как-то объяснить ее же нельзя. Но люди, хорошие историки, это объясняют, запоминают именно таким образом. То есть, ну, вот я слушаю то, что вы с Радзиховским говорите, да, про революцию. Там некоторые вещи, ну, просто невозможно себе представить, что это можно как-то запомнить. Но когда ты неоднократно это изучаешь с разных сторон, к которым подходишь, то оно у тебя складывается в какую-то очень стройную картину. Очень стройную картину. Ну, мнимотор... Я просто переживаю за эффективность. Дело в том, что вот человеческая голова, как мне кажется, человеческий мозг, это довольно-таки, ну, ущербный центральный процессор. То есть, те задачи, которые вот он должен решать, он их решает как бы через пень-колоду. И на самом деле, если говорить о моем интересе, вот, живом к стартапам, это вот интерес, связанный с тем, чтобы как-то искусственно или естественно переструктурировать этот плохой проц, перепрошить хотя бы этот плохой проц человеческий. А тут мы с тобой расходимся в главном, наверное, в базовом определении. Я долгое время считал, что человек – это существо рациональное. И буквально несколько лет назад я понял, что я глубоко ошибался. Человек – это глубоко иррациональное существо. И примеров этому просто тысячи, миллионы. И вот этот пример с этой пандемией, пример со всей экономикой, которая считается... Экономика изначально базируется на том, что люди уразумные. То есть, они должны покупать, где дешевле и лучше, а, соответственно, не покупать там, где хуже и дороже. Это как ньютоновская механика. Да, да. Ну, речь идет о классической эконом-теории. Она не работает. Но она не работает. Нет, она модель. Вот модель Homo economicus, Адам Смит. Но сейчас есть поведенческая экономика, институциональная экономика и так далее. То есть, экономика, которая решает задачи многокритериального отбора и так далее, и так далее. То есть, это кипучая смесь психологии, математики, социологии. Вот на трех вот этих вещах. И там есть социологические истины, математические истины в этой экономике и какие-то такие психологические истины. Вот там, например, поведенческая экономика, безумно интересно, очень рекомендую, просто хотят посмотреть. Институциональная экономика, которая базируется внезапно на оппортунистическом поведении, на ограниченной рациональности, на транзакционных издержках и так далее. Вот это новая экономика. Все-таки мы ее смогли немножко осязать в этом смысле. Ну, опять же, то есть, когда мы начали воспринимать человека чуть сложнее, чем просто рациональный, правильный человек, который делает все, как написано, да, вот тогда началась как-то сходиться теория с практикой. И поэтому, когда мы говорим о том, что человек должен себя всякими гаджетами, искусственным интеллектом, ну, что называется, подрихтовать и подтюнить до какого-то нормального состояния, мне кажется, он просто будет испытывать ужасное ощущение, что что-то в нем не так. Потому что человек, вот, мне кажется, он этим и прекрасен, что надо делать вот это, это, это и вот это, и тогда будет вот так, а он делает все наоборот и очень злится, почему так не получается. Вот, и у меня была замечательная подруга, вот, когда она, я, по-моему, рассказывал, нет еще, она подошла просто к банкомату и набрала пин-код, соответственно, карточки вставив туда, там, ну, не знаю, условно, там, 1254. А ей банкомат сказал, что это неправильный пин-код, у вас осталось две попытки. На что моя подруга сказала, как неправильный? Правильный! И набрала еще раз 1254. Но ей банкомат сказал, у вас одна попытка осталась, это пин-код неправильный. Она подумала, подумала, говорит, так, ну-ка я вспомню, да нет, ну, вроде точно 1254. И третий раз набрала 1254, естественно, карточку банкомат заблокировал. Я говорил, вот ты, ты, как бы, ты классический человек, такой, homo sapiens, потому что, ну, стоит машина, она тебе сказала, это неправильный код. Набирая второй раз этот код в эту машину, а что ты ожидаешь? Что машина скажет, да ладно, ну, то есть, мы же, ну, вот, мы не привыкли жить в окружении, точнее, мы не привыкли жить в окружении логических систем. Потому что мы, системы, не логические. Мы считаем, ну, вот, видимо, особенно женщины, тут я без всякого, сейчас это нельзя, а то оскорбятся женщины, да? А еще винист. Может, и мужчина так сделать, но вот, когда ты в машину три раза подряд вводишь одно и то же число и ждешь чего? Что ты, то есть, на третий раз банкомат скажет, ну, хрен с тобой, ладно, давай 1254, хорошо, пусть будет этот пин-код. Как? В игре Far Cry один из главных злодеев говорит главному герою, ты знаешь, что такое безумие? Безумие – это делать одно и то же, надеясь получить какой-то отличный результат. Да, да. Вот это безумие, да, чистой воды. Но я тут и соглашусь, и не соглашусь. Соглашусь в каком смысле? Где-то это проявляется очень сильно, где-то это проявляется по минимуму. Вот, например, там, не знаю, с банкоматами все-таки большинство людей вводят правильные пин-коды. А, допустим, дороги, вот ты такой мужской шевинист, я буду женская феминистка. Вот я смотрю, вот есть такая определенная категория водителей, у нас есть такая игра, с женой очень часто это бывает, с друзьями, что вот когда какой-то водитель неадекватно себя ведет, мы пытаемся смоделировать, ну, если мы не видим, кто сидит за рулем, как кто это действует. Вот, потому что все-таки по внешнему виду можно немножко вот так вот определить человека. Иногда это попадает, иногда и не попадает. Вот, допустим, классическая ситуация. Вот мы едем по дороге, впереди там светофор через полкилометра, на нем красный свет, он будет гореть еще 50 секунд. Этот человек давит вот прямо тапку, чтобы доехать первым до этого светофора, такой спиди-гонщик. Это же классическое иррациональное поведение. Казалось бы, ну, катись ты, катись, зачем тебе по-моему еще подкатишься, да? Да, зачем тебе еще в пол оттормаживаться? Вот этим, как правило, там, злоупотребляют, там, условно говоря, там, молодые люди, вот на таких там приорах, 14-х, там, и так далее. Другая модель иррационального поведения перестроиться во что бы то ни стало. То есть короли левого ряда, например, вот короли левого ряда, это они перестраиваются в левый ряд обязательно, даже зная, что там, блин, светофор, там все поворачивают налево, там потом придется, ну, совершать или перестроение на перекрестке, или перестроение, в общем, затормозить целый средний ряд. Вот эта категория, мужчины около, там, 40 лет чаще всего, то есть они прямо вот короли левого ряда. Есть просто вот люди, которые подрезают, потому что они самонадеянные, самоуверенные, то есть это комплекс вот такого суперопытного водителя, да чем мне будет, вот этим тоже страдает. Ты слишком много их наделяешь каким-то разумом, мне кажется, они просто едут, как вот едут, они не думают ни о чем, и естественно, что они в принципе не задумываются о рациональном, ну, о рациональном драйвинге, да, о рациональном управлении автомобилем, потому что им это еще мозг напрягать. А тут они просто его выключают, их научили, вот, что надо ехать так, и они вот так едут. Они не думают о том, что они могут кого-то подрезать, что левый ряд поворачивает налево, что там вообще знаки висят, что на них надо смотреть. Это просто, мне кажется, такое абсолютно расслабленное состояние ума, и мне кажется, этим объясняется большинство всех проблем. Но опять же, при этом, еще раз говорю, есть, я надеялся, что тот рептильный мозг, который у нас есть, да, он рациональный. И дальше на него нарастала с эволюцией все более и более такие рациональные фрагменты, а если попадалась какая-то иррациональная история, то мозг сам себя, значит, перестраивал. Но нет, оказалось, это не так. Оказалось, что люди выключают его и не пользуются им вообще зачастую, а опыт, который они накапливают, они никак не структурируют и не пользуются. Вот и все. И поэтому... На дороге, да, но в других ситуациях они ведь действуют иначе. Если бы все люди действовали так же, как вот я перечислил на дорогах, то мы бы жили бы в славные времена с оружием, как бы. Вот взял берданку и пошло веселье, то есть перманентная гражданская война. В чем-то люди действуют так, в чем-то люди действуют, ну прям пипец как рационально, когда, например, им, допустим, приходится голосовать своим рублем напрямую. На дороге им вроде как тоже приходится голосовать своим рублем, потому что стукну машину, там издержки и так далее. Но они этого не понимают, потому что действительно они не думают, они не проводят два вот этих вот, две логические цепочки. А вот одна напрямую, я в магазине, вот я в магазине и мне там надо что-то выбрать. Тут люди могут действовать абсолютно рационально, особенно это касается россиян, которые, например, гаджеты покупают так, как будто решают оптимизационную задачу. Так, вот тут 16 гигабайт оперативной памяти, тут 8, тут процессор Kirin, тут процессор такой-то. Вот тут столько ядер, тут столько ядер и так далее. То есть полная оптимизационная задача. Ну, казалось бы, это и есть абсолютно рациональный человек. Вот он эволюционировал. Выехал он на дорогу, мудак мудаком. Да, ну и в магазине тоже хочу тебя огорчить. Вот эти все конфеты, которые лежат возле кассы, это что такое? Это абсолютная, абсолютная чистой воды, значит, крючок на иррациональность человеческого поведения. Ты пришел в магазин, ты уже взял все, что тебе нужно, ты пошел на кассу. И эта конфета, которая лежит рядом с кассой, говорит тебе, чувак, ты же иррациональное дерьмо. Ты же сейчас возьмешь меня и положишь, потому что я вкусно, а потому что ты стоишь. И все. Тебе не надо эта конфета. Ты пришел на кассу, у тебя все, что тебе надо, уже лежит здесь, уже в корзине. Но ты на секунду задержался в очереди. И так как ты не обладаешь рациональным мозгом, а твой мозг иррациональный, вот я хочу на этом рациональном мозге немножко заработать. И все эти конфеты, которые лежат рядом с кассой, они об этом говорят. Да, в Ашане, например, по-моему, этого нет. Ну, то в один из немногих супермаркетов вроде, где вот эта вот конфетка, а это в основном на детей действует, я так понимаю. Ну, нет, на взрослых тоже. То есть это, в принципе, вот ты остановился и ты стоишь. Рядом с тобой появилось то, что тебе, в принципе, не нужно. Ну, то есть ты за этим не пришел. Если ты за этим пришел, ты бы это уже взял, тем более оно все лежит где-то там, опять же. Ну, слушай, это стандартная история, почему хлеб и все самые необходимые товары всегда в самом дальнем углу магазина находятся. Да, чтобы ты прошел по всем прилавкам, посмотрел на все прилавки и так далее, и так далее. Не, ну, я не знаю, может быть, мое мнение изменится еще через пару лет, если дотяну. Но, в общем, пока я считаю, что человек больше иррационален, чем рационален. И все, опять же, эти последние новости нам об этом только и говорят. Ну, о пропорциях можно спорить. Я так понимаю, очевидно, они у нас разные в плане рационального и рационального. Я, кстати, тоже думаю, что по большей части человек все-таки иррационален, чем рационален. Иначе он бы развивался гораздо быстрее, как мы видим по опыту 21 века. Развитие можно ускорить как бы просто безумными темпами. Вот. Хорошо. Я так понимаю, мы на сегодня немножко подзакруглимся. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал. Пишите, присылайте интересные для вас стартапы. Ссылочки я постараюсь все вынести в описании. Картиночки раздобыть и вставить. А мы в следующий раз обсудим тематически подобранные другие стартапы. Спасибо большое, Александр. Спасибо большое, Абрагим. Вот. Я тебе пришлю наш замечательный мозг с выставки российского павильона. К сожалению, других фотографий у меня там немного. Поэтому вот, может быть, что-то можно просто нагуглить. Ребят, смотрите сами. Я думаю, что выставка открыта полгода. Поэтому наверняка там еще будет куча всего информации. Ну, куча полезного. Все это можно увидеть. Спасибо. Пока-пока. Пока.